как вы поняли это ролик о пикапе сейчас я кое-что вам скажу просто дело в том что жизнь то против пролетает скоро я свалю с этой субботицы ладно здесь 100000 жителей типа мне не хочется быть таким чуваком который тут типа ко всем подкатывает но с другой стороны что поделать я как бы не уверен что я вообще могу нравиться понимаете в чем дело после стольких неудач но реально жизнь пролетает я ничего не предпринимаю для того чтобы найти кого-нибудь сейчас субботний вечер время 6 часов вечера я все-таки попробую что скажете можно ли так просто взять и познакомиться с сербской девушкой от одной мысли у меня сжимается сердце и начинают щипать глаза и паническая атака я попробовал настроиться подойти к нескольким девушкам не знаю может их было три но в итоге я всех пропустил поэтому я возвращаюсь домой не солоно хлебавши думаю прикупить или для парочку огурцов на сегодня это мои это все мои девушки пара огурцов из лидла думаю может проблема в моих широких штанах может они может они слишком широкие как вы думаете может купить норма обычная наверное надо купить новую одежду чтобы на меня начали смотреть девушки такие планы в общем сейчас я подаю подожду бабосиков от моего клиента изгоняю очень дем за новыми шмотками минус сербских помоек что вот это вот все надо руками открывать я сейчас рукой открыл она не сказать что чисто но все реально открывают руками сейчас этой рукой буду булочку есть и 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 нужна более узкая модель это я мог себе себе позволить в россии в беларуси где мужчин 20 процентов 80 женщин из-за второй мировой войны из-за своего то есть тут вообще любые штаны подходят и в тиндере у тебя будет просто гарем на каждый вечер будет по две девушки в любых штанах сербии процент мужчин и женщин он как бы более ровный и здесь желательно соблюдать определенные правила я посмотрел на сербских мужчин и в целом я как бы понимаю крой который они носят понимаю в каких местах должны быть заужены эти штаны и вот сейчас я в очень дыме попробую что-нибудь найти сербская и уже потом выйду на охоту в центр так как у меня 92 процента мужчин про из зрителей интересно послушать в каких штанах вы в своих странах ходите на охоту мне вон мазафака туда если что это начало февраля вопрос моей думающей аудитории кто такой радка младич так я вышел уже вот мне вот в чем дым через это поле надо пройти мне нужен комфорт фит капец xxl штаны кофта xl я точно решил отказаться от булочек хоть я и живу рядышком с классной пикарой болин не знаю как это сделать там еще такие продавцы добродушные ну да это уже как бы чересчур продавщица в h&m сделала мне скидку 10 процентов сейчас я иду домой постираю новые вещи и завтра буду тестировать их в центре города штаны стоят 4000 кофта 3 все вместе включая скидку мне примерно 7000 стоило мне кажется это тоже дороже чем раньше вот той же грузии это было это одежда была намного дешевле может быть раза в два даже ты буба шваба это конечно выглядит я немного нарушаю правила учиться ради эксперимента пикерики за 199 так ну мы ищем песочное печенье и один раз ранник нашел его два два раза вау то есть она выглядит все одинаково как крекер все за двести четырнадцать рублей яшкина стоит 190 тубриков местных это где-то 180 рублей ты даже давай ты не сказал 192 тенге так что показать вот есть еще такие аналоги ну ведь все с карамелью за 200 рублей есть 3 евро крем за 130 вот рублей но это полный отстоит лично вот такие вот тоже есть в россии стоит вот такая штучка за 200 рублей вот сгущенка здесь 370 стоит из Греции принглс 460 здесь вот местный аналог за 130 я в новых штанах иду в кинеску за двойным скотчем двусторонним это такой китайский магазинчик в котором есть все и очень дешево но тут много всего с такого с алиэкспресса я в новых штанах но эффекта пока нет сейчас просто сделаю небольшой проход по центру если кого-нибудь увижу симпатичного попробую по-русски что-нибудь сказать а потом перейду на английский и английский будет моя мой к моим коронным ударом план такой по-русски говорю что нибудь спрашивают и понимаешь русский он такая нет не понимаю я так говорю а может на английский она говорит да я скажу ты красивая я второй день держусь и не покупаю булочки прохожу мимо пикар ну честно признаться есть какой-то эффект а что от штанов я заметил взгляд парочки женщин но они старше меня не знаю может быть надо днем попробовать потому что сейчас просто нет людей и эксперимент не до конца рабочий я иду к фрезеру от фрезеровать немножечко свою прическу потому что чтобы правильно склеить девушку недостаточно классных штанов я кстати сейчас в них нужна еще хору нормальная прическа вот тут хочу отфрезероваться здраво а могу я у вас подстричься на нас не да на нас нет ни сутра у вас подстричься на нас нет ни сутра сам не могу и сутра сам сутра сутру когда хочешь 12 ок можно да можно что евгений а не надо сан нечто да напишем ага хорошо 12 это хвала ладно сегодня я не подстригусь но будь подстригусь субботу надо записаться записать точнее классный чок мне еще одно дело это снять бабки с карточки и часть перевести в евро для следующей оплаты квартиры купил в кинески китайском магазе вот такую прикольную щетку для пыли супер удобная я знаю что музыканты пользуются такими она еще телескопическая хотя мне это не надо но я был впечатлен вот этой телескопической штукой и поэтому купил а музыканты такие щетки используют чтобы протирать клавиатуры синтезаторы сейчас я пойду куплю кофе и вкусный кросса это вот кажется голубенькое здание ой голубенькая вывеска обожаю вот эти места там вот как же это называется синагога это вот я вообще без понятия что такое смарт кировима карликовая версия 99 процентов тачек простые максимально невзрачные я уже проходила я уже отвечал отвечал уже я в центре просто я подстрижем видите стрижка раскроется примерно через пару дней как хорошее вино вышел значит я пройтись по центральной улице познакомиться с первой попавшейся симпатичной девушкой попробовала это сделать она меня проигнорила в итоге я жду я ника может быть он сейчас потянется до сюда и потусую с я ником ау я ник ты в моем видео теперь наконец-то из иркутска я тебе переименовал он кукол включил это кукол включил ну как кукла становится в общем что сейчас произошло я я нико предупредил что я сейчас кем-нибудь познакомлюсь ну типа у меня такая цель и мы выходим на главную центральную улицу все гуляют и сразу же попадаются две симпатичные девушки но они проходят мимо я не успеть не успеваю как обычно сориентироваться и пропускаю их и мы идем дальше я вижу очередных двух девушек которые хорошо одеты вечерних нарядах я не вижу ни лиц не даже не представляю сколько им примерно лет даже не знаю кто красивее в данный момент из них но я говорю я нико сейчас я подойду вот к этим собираюсь я просто взять номер и уйти в общем я иду в сторону двух этих девушек и говорю извините первое которое я подхожу она проходит но на извините отзывается вторая и останавливается возле меня и смотрит прям с таким интересом улыбаются и смотрит прям с таким интересом улыбаются я понимаю что ей ну лет двадцать двадцать четыре максимум я говорю вы разговариваете по-русски она говорит нет и улыбается я говорю you face beautiful она горит то спасибо улыбается я говорю я хочу с тобой погулять ну и показываю вот так вот пальцами она только в тот момент кажется понимает что я имею ввиду и подрываются от меня убегать и она говорит какое-то слово и говорит слова . я так подумал что возможно она девочка и может быть и нет даже 18 лет я говорю а окей разумею она такая показывает класс и убегает к своей подруге а потом я потом узнал что слово . это парень и скорее всего она мне сказал что у нее есть парень прикупил вафель такие вот обычные называются здесь на поли танки и глубокую тарелку бабуля теперь с радио намного громче там вот тусуется шарманщик на поли танки никаких проблем не было никогда там знаете как вот просто как участия сижу ничего не делать купил экстра хреновку сказали что укусные так этот рынок в который я никогда не попадаю потому что он закрывается раньше чем я просыпаюсь куча мясо куча это дом по-сербски сейчас я иду за капучино тут более менее вкусный нашел а сейчас меня приколола мысль что я с ошибками разговаривал по-сербски когда оплачивал телефон я сказал мне треба заплатите за рачунь а по-сербски доплатим а ладно все языков можно ведь вообще говорить дурацкие слова по-русски я вот говорил на этом каком-то украинском языке и я смотрел на женщина сербку рядышком и она на меня с интересом смотрела я тогда думал что возможно она смотрела что я говорю по-сербски типа я иностранец и уже знаю сербский язык возможно она просто знакомые какие-то слова видео слышала надо запомнить не разумею разумею это походу украинское слово а тут они говорят разумеем пол тут центральную гвоздару и взял саморезы и уголки я дома сломал кровать ну точнее она сама сломалась центральная рейка я ее заклеил и сейчас планирую еще укрепить вот этими уголками так тина я дома ну а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok